welcome to marina case class дорогие друзья добро пожаловать в мой виртуальный класс приступим к обучению и сегодня начнем с очень важной темы которая вот почему-то многих авторов грамматических пособий не так интересует они ее опускают или вскользь упоминают тема порядок слов в английском предложении в моем любимом пособии граммой news упражнение по этой теме я нашла только 92 уроки зато в школьных учебниках практически с 3 класса появляются задания составьте слов предложения с 5 класса появляются задания переведите с русского языка на английский а вас это не волнует потому что вы переводите с помощью яндекс переводчика а вас не удивляет что учитель недоволен вашим переводом и ему что-то не нравится потому что он хотел еще услышать те слова и выражения которые были в учебнике яндекс переводчик этого не знал почему все свои уроки я начинаю именно с этой темы во-первых это фундамент основание для того грамматического здания которое мы будем с вами строить на уроках сами понимаете фундамент должен быть прочный основательный и вот трудно потом будет переделывать закреплять укреплять когда будет построено огромное здание во вторых сразу становится понятно зачем нам нужен такой глагол как ту би ну слышали о таком еще бы со второго класса его все учат выучить не могут и в пресловутых упражнениях на раскрытие скобочек вид глагола тубе повергают ноги в ступор какую форму написать так he to be at home что писать наверно ду в лучшем случае без хибис знакомая история думаю многие уже улыбаются или смеются хоть один раз но в таком варианте эти скобочки раскрывались дальше все как в песне крокодил не ловится не растет кокос сочинение не пишется перевод с русского на английский не получается при разговоре для самых простых слов мы начинаем изобретать велосипед пытаясь переложить русские конструкции на английский манер в яндекс переводчик подбрасывает какие-то заковыристые слова которые даже сложно выговорить в своей практике я встречалась когда такой простой глагол тубе ну он переводится на русский язык есть переводили экзист существует именно в том случае когда совершенно это было не нужно ну думаю достаточно аргументов в пользу важности темы порядок слов в английском предложении поехали на самом деле английский язык очень прост и легок для обучения в нем нет спряжений склонений а это значит что нам не нужно заучивать окончание нам не нужно заучивать правила как определить какому спряжению или склонению относится слово и это здорово но если бы все так было просто мы бы взяли слова расставили бы их в том порядке в котором но нам кажется было бы правильно и получилось бы английское предложение но почему-то мы еще все не заговорили с вами в русском языке склонения и спряжения позволяют соединить слова таким образом что мы можем поменять слова местами и смысл практически не поменять разве что какие-то акценты давайте сравним предложение русские для начала охотник поймал волка волка поймал охотник поймал охотник волка как-то раз есть разница думаем разницы практически нет просто мы делали ударение на том или ином слове смысл остался тот же самый слова связаны через правильное спряжение склонение поэтому от перестановки мест слагаемых сумма у нас не поменялась в английском языке будет большая разница если просто так поменять слова местами хаотично то мы можем вообще потерять смысл в лучшем случае либо вообще у нас не получится предложение почему потому что в английском языке слова связаны жестким и четким порядком смотрим да я думаю вы уже завели красивую тетрадь 96 страниц не меньше она будет вас радовать завели ручки обязательно зеленая должна быть вашем арсенале для того чтобы подчеркивать нужные моменты и обращать потом на них внимание ставьте на паузу и конспектируйте то что я вам показываю потому что как говорят в одно ухо влетела в другое вылетела работаем вместе наша схема такая в английском предложении должно быть обязательно подлежащие сказуемое дополнение и обстоятельства обстоятельства тоже будут стоять не как попало как где и когда вернемся к нашему предложению про охотника перестраиваем по принципу русского языка ну поменяем подлежащие дополнения выводим вместе что у нас получилось у волк поймал охотника так подождите у нас первое предложение было совсем другое в первом предложении у нас охотник поймал волка когда мы поменяли местами подлежащие и дополнение смысл предложения изменился смысла нет нам придется воспользоваться какой-то другой конструкции чтобы эту же мысль передать например the wolf has been caught by the hunter берем ручку и записываем первый вывод в английском предложении жесткий фиксированный порядок слов получилось молодцы я думаю что некоторые уже задаются вопроса а где в этой схеме определение молодцы мне нравится когда вы думаете вместе действительно можно ли определение поставить тоже где захотелось холодная нынче выдалась зима зима холодна ну и что-то в этом роде смотрим определение тоже занимает очень четкую позицию оно может стоять только внимание только перед существителем значит в нашей схеме потенциально может быть определение перед подлежащим и перед дополнением только так идем дальше знакомы ли вам такие предложения весна точка теплеет точка я ученик точка а вот это пресловутое предложение на столе книга точка ну конечно кто с этим не сталкивался в русском языке могут быть односоставные предложения и в русском предложении мы можем иметь дело когда есть только подлежащие либо только сказуемое и тире еще может помогать да совершенно верно тире может тоже выполнять некую роль связки слов предложения в английском языке этого нет как быть вот здесь приходит на помощь глагол to be спасатель английского строгого порядка и у него есть плащи на разные случаи жизни для вас я подготовила таблицу давайте еще раз пройдемся по ней если вы еще не учили язык для вас это будет новость для тех кто учил наконец-то они поймут что это и для чего глагол to be это его начальная не личная стартовая форма она отвечает на вопрос что делать поэтому мы не можем построить предложение я ну что делать есть что есть нам нужны формы для местоимений личные формы и у глагола to be они разные помните я говорила что плащи разные для разных случаев жизни я я я а я я я я я я я я я It is, we, are, you, are, they, are. Сразу обращаю внимание на такой момент. В английском языке нет местоимения ты. Там не тыкают. У них you всегда подразумевает вы. Вы – это множественное число, либо уважительная форма. Поэтому глагол to be имеет форму you, are. Но для удобства перевода, опять же, мы решили, что в первом случае you будем переводить как ты один. Во втором случае будем переводить как вы много. Отсюда вечная путаница. Что поставить? Ты один или вы много? Даже не думаем. Всегда а, потому что всегда вы и всегда вежливо. Это первый нюанс. Дальше. Пойдем по предложениям. Предложение весна, точка. Оно будет звучать. It is spring. Подлежащее, сказуемое, дополнение. It is spring. Я ученик. I am a student. На столе книга предложение еще более интересное. Для него появится формальное подлежащее, формальное сказуемое, и получится there is a book on the table. Загадочная английская душа. Когда англичанин интересуется, где находится что-то, он начнет с подлежащего, сказуемого. Потом что-то, и только в конце, наконец-то, он скажет, где это находится. Между прочим, предложение на столе книга и книга на столе на английский язык переводится совершенно по-разному. И сейчас вы, наконец-то, поймете, почему. В первом случае нас интересует, где книга. There is a book on the table. Во втором случае нас интересует, что на столе. The book is on the table. Ну, вот таким образом и получается разный у нас перевод. И мы записываем с вами второй вывод. Односоставных предложений в английском языке нет. Если в предложении нет глакола, пользуйтесь спасателем to be. Подберите нужный плащ, нужную форму и стройте смело предложение. Все хорошо. I'm fine. Мне 10 лет. I am 10 years old. Он из Италии. Ну, где глагол? Нет глагола. Он из Италии. He is from Italy. Давайте сформулируем правило вместе. Если в русском предложении нет сказуемого, нет сказуемого, зовем на помощь спасателя to be. И подумаем, какой плащ, то есть форму, мы ему подберем. В старших классах при подготовке к ОГЭГ появится задание на словообразование. Так вот, при их выполнении тоже очень важно помнить правила порядка слов. Давайте их тоже запишем. Откуда мы их возьмем? Мы их вместе найдем на этой схеме. Первая связка. Что всегда идет вместе? Подлежащее и сказуемое. Цифра 1 это подлежащее и сказуемое. Если у нас есть подлежащее, значит нам нужно найти сказуемое. Если у нас есть сказуемое, нам нужно найти подлежащее. Второе. Прилагательное всегда идет перед существительным. Прилагательное плюс существительное. Другого порядка нет. В этом случае очень часто появляется вопрос, артикль Э куда относится. Артикль Э относится всегда к существительному. Но для того, чтобы сделать связь существительного и прилагательного более тесной, артикль становится перед прилагательным, относится он все равно к существительному, и прилагательное оно заходит между ними, и образуется такая очень тесная связь. Э клево бой. Следующий вариант. Глагол всегда связан с наречием. Но это как и в русском языке. У вас не получится сделать словосочетание ходил красивый. Бегал быстро получится. Значит сказуемое или глагол у нас должен пойти всегда с наречием. Ну и наш уникальный спасатель глагол to be он тоже любит определенных соседей. глагол to be требует, чтобы после него было либо существительное I am a teacher либо прилагательное He is clever, I am beautiful. Других вариантов нет. Всего четыре связки. Замечательно, поразительно, гениально. Друзья, если вам хочется что-то сказать уже на английском, ну или более печальный вариант. Задали перевод, письмо, написание эссе, остановитесь. Перестройте свои русские предложения на английский манер, где первым будет подлежащее, потом будет сказуемое, потом будет дополнение, потом обстоятельства, как, где, когда. Прилагательные у вас всегда будут перед существительными, в данном случае перед подлежащим, либо перед дополнением, и тогда у вас все получится. Я для вас подготовила несколько русских предложений. Попробуйте их перестроить с учетом правил вот этого жесткого английского порядка слов. Дорогие друзья, на сегодня достаточно материала для размышления. Прочный фундамент для знаний уже заложен. В следующих уроках мы приступим к изучению времен. И к теме порядка слов мы будем все время возвращаться в том или ином аспекте. Понимание жесткого порядка слов позволит вам более правильно подойти к построению вопросов, к построению отрицаний, к ответам на вопросы. Ну, еще много нюансов. Мы со всем этим разберемся. В каждом конкретном случае будут свои секреты. Я их все открою. Дорогие друзья, выполняйте упражнения, тренируйтесь, подписывайтесь на канал. Я рада новым друзьям. Отмечайте урок знаком пальчик вверх на языке YouTube. Это значит, что урок вам был полезен. Поделитесь с друзьями. С нетерпением жду вас на следующем уроке. Пока.